Непривлекательная безделушка Здесь ей пришлось задержаться дольше, чем предполагалось, и она решила посетить достопримечательности города, в первую очередь старинный собор, славившийся своей необычайной красотой. Мисс Линден была набожной женщиной и поэтому с глубоким почтением вошла в храм. Его высокий сводчатый потолок, длинные ряды величественных колонн, искусно расписанные окна, алтарь – все восхищало, а мягкие сумерки и благоговейная тишина этого места наполнили ее святым трепетом. Всем сердцем она почувствовала близость Бога, опустилась на колени и стала молиться. После молитвы она начала рассматривать храм. Мисс Линден часто останавливалась, чтобы насладиться картинами старинных мастеров и читала надписи на табличках, развешанных на стенах в память о давно ушедших из жизни любящих Бога мужчин и женщин. Особенно привлекла ее внимание одна табличка, на которой были выгравированы удивительные слова в память о жизни и служении одной богочестивой женщины. Эта женщина много страдала в своей жизни, но всегда и всем спешила делать добро. На табличке были такие слова. Она успокоилась от своих забот, но ее добрые дела продолжают жить после нее. Эта надпись глубоко коснулась мисс Линден, и она твердо пообещала себе, что пока жива, будет терпеливо переносить все свои беды и испытания и спешить делать добро всем, насколько это будет возможно. Когда она приблизилась к алтарю, она заметила маленькую девочку лет восьми, одетую во все черное. Девочка стояла на коленях и горячо молилась. Мисс Линден смотрела на крепко сжатые в сердечной молитве ручки и не могла сдвинуться с места. Девочка же, казалось, не замечала присутствия постороннего человека. Слезы катились по ее щекам, а на лице выражалась глубокая печаль и благоговение. Мисс Линден до глубины души прониклась со страданием. Она не хотела беспокоить ребенка во время молитвы, но когда девочка встала, подошла к ней и тихо спросила. «Ты выглядишь очень печальной, дитя мое! Почему ты плачешь?» «Год тому назад я потеряла отца, а несколько дней назад похоронила мою маму», — ответила девочка, и слезы покатились еще сильнее. «О, о чем же ты так горячо молилась?» — спросила мисс Линден. «Я молилась о помощи. У меня есть в городе родственники, и я хотела, чтобы кто-то из них взял меня к себе. Священник говорит, что это их обязанность, но они не хотят дополнительных трудностей. Я не могу их винить, потому что у них и своих детей хватает». «Бедное дитя», — проговорила мисс Линден, — «неудивительно, что ты так печальна!» «Знаете, мне было гораздо тяжелее, когда я входила в этот собор», — сказала девочка, — «но сейчас я чувствую себя гораздо лучше». Эти слова затронули сердце мисс Линден, и она по-матерински ласково сказала, — «Я думаю, что Бог ответил на твою молитву. Пойдем со мной». «Куда? Я должна вернуться к себе домой». «Давай пойдем к священнику. Я слышала о нем много хорошего и хотела бы спросить его совета», — продолжила мисс Линден. Она протянула девочке руку, и так, держась за руки, они предстали перед почтенным служителем храма. Пожилой священник с удивлением поднялся со стула, увидев, что богатая женщина вошла с ребенком. Священник знал и искренне беспокоился о дальнейшей судьбе девочки. Мисс Линден объяснила ему, как и где она познакомилась с малышкой. Девочку попросили пока отойти немного в сторону, чтобы она могла спокойно поговорить со священником. «Я решила удочерить эту маленькую девочку, стать ей матерью. Мои дети умерли, когда были еще младенцами, и сердце подсказывает мне, что я могла бы отдать свою любовь этой маленькой сиротке. Но я бы хотела высушить ваше мнение. Что бы вы посоветовали мне? Вы думаете, мои старания не будут напрасны?» «Нет, ни в коем случае», — ответил взволнованный священник. «Большего дела милосердия вы не могли бы совершить. Это хороший и воспитанный ребенок. Ее родители были богобоязненными людьми и усердно учили свою единственную дочь любить Господа. Я никогда не забуду последних слов из молитвы ее матери. Отец, я знаю, что ты позаботишься о моей малышке и обязательно пошлешь ей другую мать. Ее молитва не осталась без ответа. Сам Бог послал вас сюда. Я очень рад этому». Старый священник позвал девочку и сказал, «Эмми, эта добрая женщина хочет быть твоей матерью. Готова ли ты пойти с ней и быть ей хорошей послушной дочерью?» «Да, да», — воскликнула Эмми и заплакала от радости. «Богослови вас Господь!» — искренне пожелал священник. «Будь для этой женщины, которую Бог послал тебе, таким же добрым и послушным ребенком, каким ты была для своей мамы. И несмотря на то, что беды и скорби часто приходят к нам, помни, что сердечная молитва и доверие Богу обращают их во благо». Созвали ее родственников и сообщили о предложении мисс Линден. Никто из них не возражал. Напротив, все были даже очень довольны. Когда мисс Линден сказала, что возьмет ребенка прямо сейчас и что они могут взять все, что осталось от матери, все родственники были благодарны. Эмми попросила только оставить ей несколько книг, подаренных мамой, которые она очень любила. Против этого никто не возражал. На следующее утро мисс Линден и Эмми отправились домой. После ужина мисс Линден проводила Эмми в ее новую комнату. Эмми была очарована и домом, и своей новой матерью. В тот вечер она молилась со слезами благодарности и вскоре крепко уснула. После переживаний и волнений девочка долго спала, а когда проснулась, то увидела, что солнышко уже давно встало. Эмми подбежала к окну и увидела прекрасный залитый солнцем сад и тенистые дорожки, окружающие замок. Вдалеке сиял шпиль кафедрального собора. Через несколько дней Эмми начала ходить в школу. Каждый день, возвращаясь домой, она помогала в саду и на кухне, насколько позволял ее возраст. Мисс Линден старалась научить ее быть полезной и трудолюбивой. Она учила ее шить, вязать и ухаживать за домом. По ее мнению, этому должна была быть научена каждая девочка. Под руководством такой доброй, любящей женщины Эмми росла простой и скромной девочкой, искренне благодарна своей приемной матери и Богу. Глава 2. Испытание Прошло 10 лет, наполненных радостью и счастьем. Неожиданно, мисс Линден серьезно заболела. Эмми нежно заботилась о больной и дарила ей столько любви, как если бы она была ее родной матерью. Она бесшумно входила в ее комнату, говорила тихим, ласковым голосом, беззвучно открывала и закрывала дверь. Мисс Линден просила, чтобы рядом была не сиделка, а только Эмми. Эмми с охотой дежурила в затемненной комнате в течение долгих, утомительных ночных часов. Дни переходили в недели, а больной становилось все хуже и хуже. Но Эмми неустанно ухаживала за ней с нежностью, терпением и любовью. Мисс Линден была очень рада, что однажды приняла Эмми свой дом и сердце. С каждым днем она понимала это все больше и больше. Однажды она сказала, «Дорогая Эмми, ты так много для меня делаешь. Родная дочь не могла бы больше заботиться обо мне. Господь щедро воздаст тебе. Я тоже не забуду тебя, и ты увидишь это скоро». Эмми просила ее не говорить об этом, потому что даже мысли о разлуке причиняли доброй девушке боль. Мисс Линден больше ничего не говорила на эту тему. В течение изнурительной и продолжительной болезни она очень ослабела и в конце концов скончалась. Для Эмми это было большой утратой. Она искренне любила свою приемную мать, как родную, поэтому и горе ее было огромным. В течение недели близкие и дальние родственники мисс Линден были приглашены в дом, где должно было быть оглашено ее завещание. Адвокат развернул документ, и Эмми была очень удивлена, узнав, что ее приемная мать завещала ей пять тысяч долларов с указанием первой выбрать на память любое из своих драгоценных украшений. Богатые родственники были очень недовольны этим указанием. Они не хотели, чтобы Эмми выбрала кольца, жемчуг или драгоценности. Эмми же никогда не интересовалась такими вещами, и когда ей сказали выбрать что-то себе, она растерялась. «Мне совсем не обязательно иметь дорогую вещь, самой маленькой вещички будет достаточно, только то, что это подарок от любимой благодетельницы будет иметь наибольшую ценность в моих глазах. Она завещала мне такую большую сумму денег, которую я совершенно не заслужила. Это более чем достаточно. Я возьму старый, потускневший, неприглядный медальон, который она держала в руке и который был мокрым от ее слез, когда она прощалась со мной. Пусть он и будет самым драгоценным сокровищем для меня, и я знаю, что ее богословение будет сопровождать его». Один из присутствующих засмеялся и сказал, обращаясь к Эмми, «Девушка, это очень неразумно! Почему бы тебе не взять кольцо с бриллиантом? Этот уродливый старый медальон, что в нем хорошего? Как неразумно выбрать такую дешевую вещь!» Но Эмми была более чем довольна и настояла на своем. В то же время богатые родственники очень рассорились из-за распределения других драгоценностей и получали от этого больше разочарования, чем удовольствия. Родственник, которому был завещан замок, приказал Эмми как можно скорее найти себе другую квартиру. Она в какой-то мере ожидала этого, но все же растерялась, так как совершенно не знала, куда идти. К счастью, старый садовник и его добрая жена предложили ей разделить с ними их скромный дом. Она сердечно поблагодарила их и с радостью приняла приглашение. По совету адвоката Эмми вложила свои деньги в перспективное предприятие в городе. Хотя ее доход был невелик, все же у нее было достаточно денег для своих простых потребностей. В тишине и покое в доме старого садовника незаметно прошел целый год. Но новые обитатели замка больше не нуждались в услугах этого трудолюбивого старого человека, и ему было тоже приказано удалиться. Для него же это означало, что он должен оставить работу, который с любовью занимался почти всю свою жизнь, и дом, который стал ему родным. «Не расстраивайтесь», сказала Эмми. «Я заберу свои деньги и купим маленький домик недалеко от города. Потом я займусь шитьем, и мы с вами сможем там жить, имея пропитание и крышу над головой». Вскоре они нашли вполне подходящий домик. Поскольку Эмми не смогла сразу получить свои деньги от торговца, она была вынуждена на время занять их у одного человека, которому обещала вернуть долг к назначенному сроку. Дом был куплен и приведен в порядок. Он был маленьким и простым, но они были счастливы и благодарны за него. Эмми поддерживала в доме порядок и уют. На окнах она разместила милые цветы в озонах, все в доме носило отпечаток ее стараний и любви, а добрые старики были окружены нежной заботой. Вдалеке виднелся замок, где они провели столько лет своей жизни и откуда их всех троих так грубо выгнали. Но уже совершенно не хотелось туда возвращаться, потому что их маленький дом был полон счастья и уюта. Однако на земле радость и горе часто сменяют друг друга. Казалось бы, все беды уже закончились. Но нет, вскоре и в этот уголочек постучалась новая беда. Глава 3. Воздаяние. Приближалось время Эмми отдавать долг за домик. Когда она обратилась в предприятие, в которое вложила все свои деньги, то оказалось, что оно полностью обанкротилось и все пропало. Теперь им просто неоткуда взять деньги, чтобы оплатить кредит за дом. Для них наступили печальные тревожные дни. Скоро нужно будет освободить домик. Что делать дальше? Накануне того дня, когда должна была быть возвращена плата за дом, Эмми поднялась на чердак, где могла побыть одна, чтобы выплакать свое горе и помолиться. Молитва была для нее последней надеждой, как и тогда, когда умерла мама. Искренне и горячо она взывала к Отцу Небесному. В тревоге и волнении она сжимала в руке старый медальон, висевший на шее. Это было последнее напоминание о счастливом и беззаботном пребывании в доме своей доброй и приемной матери. В состоянии сильного горя и тревоги девушка крепко сжала медальон. Это единственное, что осталось у нее от доброй мисс Линден. В полном отчаянии Эмми раскрыла ладонь и увидела, что медальон буквально развалился на части. В подол ее платья выкатилось несколько камешков. Когда она подняла их, чтобы рассмотреть, то обнаружила, что каждый из них был, по-видимому, не простым, а драгоценным. Она подняла свои полные слез глаза к небу и благодарила Бога за такой чудесный подарок и надежду на избавление. Недолго думая, девушка собрала в руку свое сокровище и побежала к старичкам, чтобы разделить с ними свою радость. Добрые люди просто не верили своим глазам и снова и снова благодарили Бога. Затем старик сказал, «Надеемся, что деньгами, которые принесут тебе эти камушки, ты сможешь заплатить за дом». На следующее утро Эмми поспешила к священнику своему лучшему другу, чтобы показать ему драгоценности и рассказать, как она совершенно случайно их нашла. «Могу ли я?» спросила она. «Остави себе эти драгоценности или должна вернуть их наследникам мисс Линден. Похоже, что это самое ценное из всех ее драгоценностей». «Нет», ответил он, «эти драгоценности по праву принадлежат тебе. Я уверен, что мисс Линден предназначила их для тебя, поэтому умышленно и дала тебе право выбирать первой и выбрать по-настоящему самое лучшее. Ты выбрала непривлекательную безделушку только потому, что она была ценной для мисс Линден, но вместе с тем бессознательно выбрала сокрытое сокровище, а для тебя оно было привлекательным только потому, что его носила та, что была тебе дороже всего. Я уверен, что Бог послал тебе это вознаграждение за твое верное, доброе и искреннее сердце». Эти камушки действительно стоят много тысяч долларов. Возьми их, продай, и да пошлет тебе Господь мудрости, как правильно распорядиться ими и быть счастливой. А медальон бережно храни, он будет напоминать тебе о мисс Линден, о ее великодушии и о непостижимой заботе Бога о твоей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok